В первой серии видео я рассказала о том, что процесс ферментации травы можно запустить на грядке только при толстом слое мульчи, по крайней мере в климате Подмосковья. Первую серию видео можно посмотреть по ссылке наверху. Из комментариев стало понятно, что на сейчас интересует вопрос, какой травой лучше начинать мульчировать. Понятно, что спрашивают те, у кого есть выбор между мульчированием свежескошенной и горячей травой, то есть у кого травы в достатке. Обычно к моменту первого покоса все растения уже высажены, ведь в теплицу сажают, когда трава еще не выросла, и к началу мульчирования растения успевают прижиться, на что требуется от трех дней до недели. Сразу после посадки я рассыпаю золу по всей площади грядки. В лунки золу не вношу. Пока растение приживается, поливаю всю площадь, несмотря на то, что грядка пока не замульчирована. Всегда стараюсь первое мульчирование сделать горячей травой, а сверху присыпать свежескошенной. Можно присыпать и сухой травой. Для чего? Верхний слой все равно высыхает. А если трава передержана и пахнет навозом, то высохший верхний слой становится коркой, и по нему будет скатываться вода при поливе. Да и запаха, а соответственно разных летающих насекомых будет меньше, если присыпать. Не всегда это получается, но к этому стремлюсь. Если вы производите поздние посадки, то есть вы сажаете и уже есть возможность косить, то все-таки после посадки лучше подождать дней 5, дать растениям прижиться. Особенно если рассада выращивалась в совсем маленьком объеме, а уже после этого мульчировать. Хотя в авральном режиме можно совместить посадку и мульчирование. Преимущества горячей травы. Первое. Углекислый газ. Даже если это нижний слой, который пахнет навозом, то углекислый газ никуда не исчезает. Ведь недаром в теплице ставят ведра или бочки, в которых бродит навоз с водой. Второе. Это уже ферментированный продукт. И почвенные жители, будь то бактерии, грибы, червяки, спешат толпой на угощение. Такая мульча живет. Поэтому она активная. В ней кипит жизнь, которая происходит без нашего участия. Мульчу перерабатывают, а к корням поступают соединения в доступной растениям форме. И растения усваивают то, что им нужно на данном этапе роста. Ведь растения не едят траву. При поливе через такую мульчу корни моментально получают все необходимое. Растения само знают, что ему необходимо и в какой момент. Растения инструкции не читают. Если им плохо, то вы это сразу поймете по внешнему виду. Каждое растение заинтересовано оставить потомство. Плод. То есть урожай. Мы ему не мешаем самореализовываться. Мы только создаем условия. Не растение должно приспосабливаться к тому, что думают или считают люди. Мы должны обеспечить условия, самое важное из которых слой соприкосновения мульчи и почвы должен быть всегда влажным. Сухометку много не съешь. И засуха не способствует размножению микроорганизмов, которые перерабатывают ферментированную траву. Приводя ее в тот вид, который доступен червям. И конечно же, черви тоже любят влажность. Да, это не грудь. Видео, как отличить личинок по ссылке наверху. И нам нужно всегда подкладывать еду. На голодный желудок никто не размножается. Это может быть как горячая трава, так и свежая. Процесс уже запущен. Свежую траву микроорганизмы теперь очень быстро приведут в надлежащий вид. В зависимости от климата можно поэкспериментировать. Возможно, что свежую траву нужно класть под верхний слой мульчи, чтобы зря не сохло. Знаю, что сейчас многие скажут. Влажный слой мульчи будут размножаться слизни. Поэтому еще раз посмотрим на фото, которое я показывала в первой части видео. Мульчи на этих грядках нет. А вот слизни и улиток просто немерено. Как могли поступить хозяева этого участка? Вариант первый. Все восемь соток занять грядками. На большой площади что-нибудь да вырастет. И слизням хватит, и хозяевам. Но они пошли другим путем. Сделали наоборот. Грядок мало, но с малой площади получают большие урожаи. На две семьи. Со слизнями не делятся. Слизней нет, а мульча есть. У меня слизни были только в прошлом, дождливом году. И только на капусте. В теплицах их нет совсем. И не было никогда. Нужно будет собрать комментарии зрителей, в которых рассказывают, как с ними борются. Что происходит на грядках при таком мульчировании? Мою старую теплицу в разрезе вы уже увидели. И благодаря перестановке теплицы на новое место, мы можем посмотреть на грядки в разрезе. По цвету грунта хорошо видно, что у почвы разный цвет. Самый верхний слой, он самый темный. И чем ниже, тем он светлее. Теперь вопрос. Какая почва была засыпана в короба 9 лет назад? Почва своя, не покупная. Копали траншеи под дорожки. А почва шла на грядки. Вот такого цвета. Это ее естественный цвет, первоначальный. Это наш подмосковный плодородный слой. А сделал эту кучу крот. Верхний слой – это компост, который производят на грядке обитатели почвы. Совершенно понятно, что такой слой нельзя получить, положив 30 сантиметров травы. Такой слой дает горячая трава, которая кладется на грядку раз 5 за сезон. Ведь она уменьшается в объеме очень сильно, но не уменьшается в весе. Кстати, как раз на этом месте рос перец в прошлом году. А под перец всегда кладу только горячую траву. Присыпав, конечно, свежескошенной, но опять-таки же по возможности. Внимательный зритель может заметить, вот такие, назовем это, вертикальные прожилки. Значит, верхний слой постепенно смешивается с нижним. И это делаю не я, как вы уже догадались. Также внимательный зритель, наверное, обратил внимание, что в верхнем слое нет ни одного червяка и ни одной личинки бронзовки. Причину я вам уже озвучивала. Всех сожрали кроты. Одинокий представитель все-таки был. Он спрятался в бутылке, которую мы не выкопали осенью. Теперь интересно, какой слой у меня получится сделать в новой теплице за один сезон. Как быстро там заведутся и размножатся червяки. Нужно будет снять это осенью. Но не нужно думать, что эффект от горячей травы вы получите только через 9 лет. Поэтому я хочу, чтобы вы делились своим опытом. Тем более, что регионы разные. Не догадываясь, что такое горячая мульча, получила весьма полезный опыт с теплой травой. В середине августа в теплице огурцы уже перестали плодоносить. Да и все лето наши холодные не сильно-то и старались. Хоть заудобряйся. Соседи скосили лужайку и не собирают траву. Я спросила разрешение собрать. Мне разрешили. Это было воскресенье. И собрав у них траву, оставил ее в куче рядом с компостником на своем участке, убежала на автобус, уехала домой. Приехала на следующий выходной и хотела эту траву сложить в компост. Взяла охапку. Она такая теплая. Буквально минуту постояла и мелькнула мысль о том, что я опустила плетья огурцов кольцом вниз для продления плодоношения. Кольца эти не закрыла почвой. Вот и закрыла я такой тепленькой мелкой травкой очень обильно. Мне сложно было на тот момент себе самой объяснить, почему огурцы пошли и в рост, и огурчиков стало много завязываться. Так стало жалко, что сезон подошел к концу. А я только сейчас нашла интересный способ разбудить огурчики в такое лето. Долго плети продержались у нас зелеными. Впервые. А как меня удивило огромное количество червей. Слов не подобрать. Смеялись с мужем, что, наверное, все черви с участка сюда сползлись, полакомятся. Наталья, а это у меня получилась горячая мульча? Или она же и есть активная? Поливала потом по ней же всю площадь теплицы, а не под куст. Горячей эта трава была, пока Наташа отсутствовала неделю. И, конечно, это активная мульча. Наличие огромного количества червей не бывает просто так. Черви не приползут на грядку, замульчированную черным укровным материалом. Колечко стеблей огурцов не сгорело. Но все-таки лучше перестраховаться. Хотя, когда люди сами интуитивно начинают экспериментировать, то они обычно находят правильные решения для себя, для своего климата. Еще один комментарий. Тоже Наталья. Живу на юге Волгограда. Жара целый месяц неимоверная. Попробовала горячую мульчу в поликарбонатной теплице. Эффект потрясающий. Растения прям ожили. Здоровые, веселые. Очень им понравилось. И пилотный проект. Ставропольский край. Кстати, к авторам комментариев вы можете обратиться. Я думаю, что вам обязательно расскажут подробности, если это интересно. Моя первая горячая трава на ранней грядке уже почти съедена. Был толстый слой. Вчера опять мульчировала. Тоже горячей травой. Эффект от горячей травы очень понравился. У баклажана такие лопухи. А картошка. У меня такой никогда не было. Высокая, мощная, зеленая ботва. Сегодня 27 мая 2018 год. Это Ставропольский край, город Минеральные воды. В сдвоенные ряды. Так, эта картошка была посажена 15 апреля. Вот у нас на сегодняшний день. Картошка в высоких коробах. Посажена 4 апреля. Тут разные сорта. Тоже цветет. У нас остались вопросы по поводу плесени в горячей траве. Вот. Я вам ее показываю. Трава раскладывается по грядкам. И вопросы по поводу М-препаратов. Видео и так длинное. Поэтому следующую серию смотрите тут. Первая серия видео про горячую траву. Дублирую ссылку. Активная мульча. Три серии с ответами на ваши вопросы. Видео про выращивание баклажанов. Всем хороших урожаев. С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт ВОГОРОДЕ ПРО.